Всем привет, с вами Сергей Швидко, я рад вас видеть вновь на своем канале, также приветствую всех тех, кто здесь недавно. Сегодня будет интересный обзор, и если я здесь нахожусь в наушниках, значит обзор будет аудио, то есть будем рассматривать микрофон. И сегодня у нас на обзоре вот такая замечательная модель от FIFINE под названием Amplitank 688. Эта модель была довольно-таки ожидаемая многими, а все потому, что микрофон является гибридным. Вы его можете использовать как USB микрофон, а также XLR. Кому-то, возможно, этого и не хватало. И я как раз отношусь к той категории людей, которые предпочитают XLR соединения, так как я не люблю везде носиться со своим компьютером. Хорошо тем ребятам, у которых телефон, к примеру, на андроиде, вы можете через этот микрофон сразу же писать в свой смартфон. Я же использую, тут справа от меня находится такой рекордер от Zoom, называется PodTrack P4, такая компактная версия для подкастов. И он как раз работает через разъемы XLR. В сегодняшнем обзоре мы немножко поговорим о этом микрофоне, посмотрим, как он выглядит, из каких материалов он сделан. И послушаем, как же он звучит. Звучит через USB, а также через XLR разъем. Что ж, приступим к разбору. Для начала у нас распаковка. Внутри все по стандарту. Это инструкция от Fifine. Далее переходник-адаптер с 3,8 до 5,8 дюйма. И провод. Провод у нас, как всегда, длинный. Длина его была заявлена в 2,5 метра. USB-C на USB-A. Так как я использую MacBook Pro, хотелось бы, конечно, видеть провод USB-C на USB-C, чтобы обойти всю вот эту историю с переходниками. Ну, как бы и ничего, так как всегда можно на том же Али приобрести любой другой провод. И, если не ошибаюсь, у меня где-то тоже завалялся. И далее у нас сам микрофон. По внешнему виду микрофон, конечно же, отдает к Shure SM7B. Я думаю, это невооруженным глазом заметно. А также к их предыдущей модели под названием K658. Единственное, что хочется сразу сказать на тему материалов, из которых изготовлен этот микрофон. Мне кажется, 658-й был из более качественного алюминия. Кто со мной не согласен, обязательно черканите в комментарии. Здесь он какой-то немного... Вопросы, наверное, к покраске. Он слегка глянцевый и, короче, не такой приятный на ощупь, как был у 658-го. Далее я сразу вижу, что на комплектном креплении здесь есть какой-то... Не знаю, будет видно, не видно... Косячок в покраске. Возможно, это будет не у всех. И еще очень даже веселит вот этот поп-фильтр. Как заявляет V-Fine, он был переработан для того, чтобы намного лучше бороться с взрывными согласными. Но, как говорится, будут сейчас впереди тесты, и мы это проверим, проверим. Но чисто визуально он такой забавный. То есть, вроде бы он поролоновый, но при этом у него есть такой некий ворс, что ли. Такой мохнатенький. При этом, видите, какого он черного цвета за счет своих вот этих мохнатостей. Он даже слегка переливается на свету. И что сразу его отличает от предыдущего микрофона, то что вот эта ветрозащита, видите, то есть она никак не крепится. Если раньше здесь стояло кольцо с резьбой, то здесь он просто снимается, одевается. Мне кажется, вот как раз вот эта тема тоже в предыдущем микрофоне была реализована намного лучше и серьезнее. То есть, что-то удешевили, что-то, я так думаю, про звук, надеюсь, улучшили. Также у этого микрофона отсутствует RGB-подсветка, что считаю чисто для себя плюсом. Так как моделей у Fifine очень много с RGB-подсветкой, а хочется все-таки какой-то строгости. И поэтому, не знаю, мне кажется, прикольно. Прикольно, так как строгий, серьезный микрофон. Давайте не будем долго тянуть и сразу же подключим его не напрямую к компьютеру, а опять же через Zoom по Track P4. Мы его подключим и послушаем, как он звучит через XLR-разъем. Ну что, друзья, вот так вот внешне на стойке выглядит микрофон от Fifine AmpliTank 688. И вот так он звучит без какой-либо обработки через XLR-разъем, подключенный напрямую в мой Zoom по Track P4. Сразу же хочу сказать, что Zoom по Track P4 это довольно-таки мощная штуковина, которая способна раскачать без каких-то предусилителей микрофон Shure SM7B. То есть он выдает 70 дБ дополнительной мощности. И следовательно, сейчас у меня выставлено колесо гейна на шестерку и вот такой вот звук мы имеем с микрофона AmpliTank. Давайте первым делом, конечно же, проверим, как работает ветрозащита на взрывные звуки. Питер Паркер, Спайдер Мэн, Питер Паркер, Спайдер Мэн. Вот такой звук вы слышите с комплектной ветрозащитой. Стараюсь никуда особо от него не отворачиваться от этого микрофона, чтобы вот звук прям долбил в сердцевину этого Мика. Так, давайте просто ради сравнения мы сейчас в данный момент снимем ветрозащиту и посмотрим, как же он у нас обходится без нее. Питер Паркер, Спайдер Мэн, Питер Паркер, Спайдер Мэн. Что хочется сказать, сейчас мониторя этот звук, мне кажется, даже вот с вот этой вот железной сеточкой, чем-то похожей в очередной раз на Шурос М7Б, он довольно-таки неплохо справляется с взрывными звуками. И, кстати, без нее, мне кажется, голос чуть-чуть на голосе чуть-чуть высоких добавляется. И да, также есть некий нюанс в плане, опять же, материалов по внутренней вот этой части, так как старый, было все очень, также сделано супер качественно, там был хороший отлитый металл. Здесь вот эта штука похожа на такую не сильно толстую жесть. Опять же, для кого-то, может быть, это не важно. Просто говорю, как есть, по факту. И, собственно говоря, вернули мы назад эту ветрозащиту. Ну, что хочется сказать. Давайте сейчас проверим, как микрофон у нас работает и ловит сигналы, если мы находимся сбоку. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Довольно-таки неплохо. Не забываем то, что это динамический микрофон, кардиоидные направленности, и звучит сразу же без обработки, на первый взгляд, довольно-таки прикольно. Слегка басовитый. Единственное, я бы, наверное, накинул немножко диэссера, либо прибрал немного высоких частот, так как немножко свистит звук. Так, у нас на корпусе что имеется? Давайте поговорим о его укреплении. Это виброкольцо, и, следовательно, оно должно бороться вот с какими-то вибрациями. Давайте сейчас постучим по стойке. Ну, понятное дело, касания мы слышим, но они не настолько сильные, как могли бы быть без вот этой вибростойки. Дальше у нас справа здесь расположена кнопка Mute, но она работает только в режиме подключения через USB. На задней же стороне у нас есть, собственно говоря, USB-C разъем для питания. Также 3,5 джек разъем для подключения и мониторинга наушников. Опять же, все эти моменты только лишь через подключение, через USB работают. И дальше колесо гейна, регулятор гейна, и регулятор, опять же, громкости мониторинга в вашем наушнике. Про частотные характеристики этого микрофона не вижу особого смысла вам рассказывать, так как вы с легкостью можете зайти на сайт FIFINE и сами почитать на эту тему, чтобы я тут перед вами не распылялся. По звуку меня устраивает. Звучит хорошо. Давайте сейчас посмотрим, как он будет у нас звучать через подключение USB. Изменится ли как-то звук, поменяются какие-то частотные характеристики. Посмотрим. Ну что же, друзья, вот таким вот образом звучит мой голос через микрофон FIFINE Amplitank 688 с использованием USB подключения. На первый взгляд, опять же, через вот этот мониторный разъем, мне кажется, что голос стал намного жирнее и немного более глухой на верхах. Чисто визуально похож, конечно, звук как раз на Shure SM7B. То есть он такой плотный, слегка глуховатый. И я бы, наверное, на посте вот как раз с использованием вот этого подключения накинул бы немного эквалайзера и приподнял высоких частот. Так чисто, если сравнивать звук через подключение USB XLR, опять же, в данный момент, не знаю, как там все будет звучать на посте при записи и как вы потом услышите, но в данный момент то, что слышу сейчас я, довольно-таки прикольно. Прикольно за такую цену. В принципе, что тут еще говорить? Кнопка Mute на корпусе. А сейчас я говорю, и меня вновь слышно. Все вот эти регуляторы сзади, они работают. Единственное, вот Vibro справляется, ну, такое себе. То есть, раз-раз. Вы прекрасно слышите, как я касаюсь этого микрофона. То есть, по-хорошему, надо один раз настроил и больше, как бы, и не трогаем. А теперь давайте с подключением по USB микрофона Amplitank мы проверим, как же срабатывает здесь ветрозащита на взрывные звуки. Peter Parker Spider-Man, Peter Parker Spider-Man. Довольно-таки неплохо. И сразу же можно сказать то, что звук здесь явно переработали. Переработали, опять же-таки, эту ветрозащиту. И если вспоминать микрофон K658, я уж не запутался в этих моделях, то там, конечно, ветрозащита отрабатывала такое себе. То есть, приходилось довольно-таки далеко отодвигаться от микрофона, и тогда было все норм. Здесь же, здесь же, ребята реально постарались. Молодцы. Что касаемо звуков за микрофоном, я уверен, что вы будете мне писать на тему, Серега, как же он звучит, когда за тебя лежит клавиатура, я бы вам показал. Но клавиатуры у меня нет. Могу пожмакать на Маке, но возможно, возможно, может отключиться запись. Но давайте попробуем. Не знаю, насколько это вам помогло или нет. Надо учитывать то, что Мак у меня старый, 16-го года, но как раз вот в них ставили вот эту вот странную клавиатуру бабочка с маленьким-маленьким ходом. И она, кстати, очень у многих летела. Я вовремя заменил ее по гарантии. Но, следовательно, маленький ход, и она, в принципе, не очень шумная. Сравнивать ее, допустим, с вашей клавиатурой, не знаю. То есть, если у вас большой ход, и она какая-то более громкая, может быть, будет слышно намного сильнее. Но, в целом, в целом, я считаю то, что довольно-таки неплохо справляется этот динамический микрофон в неподготовленных помещениях. Ну что ж, давайте, наверное, подведем итоги по этому микрофону. И начнем, как всегда, с плюсов. И самым главным плюсом, наверное, я бы отнес стоимость 4000 рублей на данный момент на Алиэкспресс. Все ссылки ниже в описании. Конкурентов нету в данном ценовом сегменте гибридных вот таких вот микрофонов. Я даже не знаю, как их вам назвать. Shure MV7. Сорян, но он стоит довольно-таки дорого. Конечно, там приходится платить за имя. За качество материалов. Потому что он, конечно, действительно очень качественно сделал, проработан. Единственное, у меня к нему есть вопросы как раз с ветрозащитой. Ему, не знаю, компании Shure стоило бы подумать бы. Там всего лишь просто надо увеличить внешнюю ветрозащиту. То есть капсуль ставить не сразу же, так сказать, граничущий с вот этим поп-фильтром, а сделать небольшой отступ. И все. То есть проблема будет решена. МВ7 чисто по цене, ну, конечно, совершенно не конкурент. Также слышал, есть у Самсона модель гибридная. Чисто визуально, конечно, он мне вообще ни разу не заходит. Но не знаю, как он звучит, но стоит он явно намного дороже. Дешевле, чем Shure, но, так сказать, дороже, чем Fifine. Собственно говоря, вот как-то так, то, что к плюсам можно сразу же занести вот это вот гибридное подключение, хотите XLR, хотите USB, это все круто. Я этого ждал, я рад, что они это сделали. Но надеюсь, что следующую модель Fifine сделает похожую на эту, чтобы я изменил. Я бы сюда добавил нормальное крепление. Не вот эти виброкольца, а сделал саму вибрацию, вот этот виброподвес внутри микрофона. Чтобы не было вот этой халабуды, я сделал бы какое-нибудь обычное, не знаю, крепление. Либо не стал бы изобретать велосипед, вот что-то подобное этому. Понятное дело, что микрофон будет сразу же похож на SM7B, но и люди, собственно говоря, за такую маленькую цену хотят приблизиться немного к тем зарубежным блогерам, которые используют вот этот SM7B. При этом, чтобы не было вот этих куча дополнительных каких-то штук, к примеру, как вот Cloudlifter усилители, либо в моем случае T-Decor, вот такая вот штука от Bash Audio. Было бы круто, если бы они переработали материалы, сделали как минимум хотя бы их такими же, как в 685-м, 658-м. Ну, а в целом, в целом все круто, я считаю. За такую цену это отличное приобретение будет. Ну, следовательно, у меня как были плюсы, так сразу и минусы. Минусы, да, хотелось бы, чтобы были более качественные материалы, хотелось бы ветрозащиту не такую вот сверкающую, черную, да и, в принципе, все остальное хорошо. Понятное дело, этот обзор не был такой вот супер презентацией какой-то красивой, а просто вот так вот мы с вами сели, включили камеру и напрямую поговорили. Если кому-то нравится такой формат, ставьте палец вверх, если нет, то пишите комментарии. А если нравится, то тоже пишите комментарии, как бы они не лишние продвигают мои видео и мотивируют меня делать новые ролики. Как-то так. Пока.